Достаточно причудливо распорядился жребий стартовыми номерами в танцах на льду среди юниоров. Дело в том, что в первой разминке присутствует сразу несколько дуэтов, которые способны претендовать на места на пьедестале почёта, в том числе и на верхнюю ступеньку. Спортсмены, которые выиграли оба этапа Кубка Федерации и претендовали на победу и в первенстве России, уступив её только по итогам произвольного танца. Серебряные призёры первенства страны Софья Леонтьева и Даниил Горелкин, ученики Ирины Жук, Александра Свинина и Алёна Самарская. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Большой каток из зрителей. Вот в нынешнем сезоне Софья Леонтьева и Даниил Горелкин выступали на двух московских этапах Кубка Федерации Дворце спорта Мечта и на малой арене ЦСКА. И там как-то вот этот танец, получая наиболее высокие баллы среди всех участников, он на мой взгляд звучал далеко не так, как он был воспринят сегодня. Потому что вот это страстная аргентинская танго и эти, ну не будем кривить душой взрослые и уже осознающие свое выступление фигуристы, они словно насыщаются что ли эмоциями публики и от этого их танец только выигрывает. И сейчас могу отметить, что мне очень понравилось, как прокатались эти спортсмены, во всяком случае со стороны это смотрелось очень ярко, очень убедительно, не скрою и не случайно на протяжении всего сезона Софья с Даниилом шли на самые высокие позиции по турнирам, пусть турниров у них не так много, как у предыдущих спортсменов, но и тем не менее две победы на кубковых этапах и борьба за первое место на первенстве страны это те результаты, которыми по праву можно гордиться, но и сегодня тоже будут претендовать на самые высокие места, во всяком случае лично у меня сомнений в этом нет никаких. Вот, давайте сейчас посмотрим на уровни. К сожалению, Соня потеряла уровень на секции Твизлов, но зато Аргенькинская танго четвертый и третий уровни, первый и второй паттерн соответственно, а это, согласитесь, заслуживает всяческого уважения. Итак, оценки Левантьева и Горелкину 74,12 балла и сейчас даже наши неуважаемые тренеры разражаются аплодисментами, действительно впечатлились и судьи, и специалисты.